Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас приветствуем и с большим удовольствием сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Демидовой. Всем привет! Всем здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада тут находиться. Настя, мы тебя невероятно рады также видеть в нашей студии. А уже давненько мы договаривались, подыскивали даты, время. И вот сегодня, в ноябре, все оно как-то сложилось, слава богу, и наконец-то. Ну, естественно, сейчас поклонники проекта песни Интенды Настю знали, лицезреют, говорят, ура, ура, наконец-то, наша любимка, все, пошла по эфирам везде. Между прочим, может быть, кто-то есть из зрителей-участников фестиваля Emporio Music Fest, где Настя тоже блистательно выступала, стала финалисткой этого фестиваля. Ну и, конечно, там уже огромная армия подписчиков, поклонников в интернете, которые тебя обожают за твое сольное творчество, авторское. И, конечно, за твои кавер-исполнения, коих все больше и больше с каждым днем становится. Ну, пока еще не огромная армия, но мы ее расширяем с каждым днем. Я стараюсь это делать. Ну, ты знаешь, я попыталась так немножечко их изучить, почитала все комментарии. И, во всяком случае, те, которые по чуть-чуть прибавляются в твою армию, ну, они прям такие верные-верные тебе. Да, действительно. И они из-за тебя. Ну, а почему так происходит? Как думаешь, чем берешь прежде всего? Почему? Откуда такая верность, такая лояльность, даже сверхлояльность? Ну, когда люди слышат что-то новое, если им это нравится, они хотят это поддерживать и больше услышать, и поэтому остаются надолго. Я всегда, если я беру какую-то песню не свою, я всегда ее переделываю с авторским подходом. Ну, то есть у меня, вы не увидите ни одного кавера, к примеру, там, в соцсетях, который будет спят просто под минус оригинальный. Вот. Или, ну, никак не изменен. То есть я всегда что-то меняю. И, ну, авторский материал, я думаю, что... Ну, в принципе, люди любят пострадать, а у меня песни такие грустные. Ну, это правда уже... Ты эту одну фишечку просекла, и следуешь ей четко. Ну, я не специально это делаю, просто я сразу так раскрою все фишки, можно, ну, мне кажется, много кто знает эту и так. Я очень меланхоличный человек, в принципе, и поэтому у меня такие песни. И, ну, кто-то даже говорил, что это, по-моему, доказано, что это такое, что русские люди либо пострадать, либо очень сильно повеселиться. Да, это точно, да. Вот, чего-то среднего не дано. Пока веселье-веселье такого поклонника мы нам от тебя ожидать не сильно приходится. Пока, да. Пока мы будем страдать и грусти. Слушайте, ну, впереди же скоро Новый год, может быть, что-то новогоднее, Настя. Джингл Бэм! Пока не знаю, пока не знаю. Еще и ноябрь не наступил. Да, возможно, возможно. У меня сейчас появилась песня, но я ее сегодня, к сожалению, не спою, вот недавно на днях, про Питер. И вот она светлая, она не грустная. Хотя казалось бы. Хотя казалось бы. Вот знаете, интересная, наверное, информация такая. Очень много людей думают, что я из Питера. Почему так получается? Конечно, ты пишешь песни Петербургу, я бы тоже так подумала. Нет, до этого ее не было. Вот ее не было там неделю назад. И много кто действительно, у меня, ну, мы даже на проекте песни, мы жили все вместе, существовали, и ребята из разных городов, там, даже из стран разных, ко мне подходили ребята, ну, или просто мы сидели вместе, и они говорят... Ты же из Питера. Я говорю, почему? Я не говорила, откуда. Хорошо, ты их спрашиваешь, что они отвечают. Почему они так... А, почему? Да, они что тебе говорят? Настя, почему вот... Ну, большая часть говорит, ну, я не знаю. Интеллигентная, может быть. Да, возможно, иногда говорят то, что эмоции такие собранные у меня. Сдержанные. Сдержанные, да, да, да. Да, есть люди, которые вот распрыскиваются, скажем так... Ростов-на-Дону, Краснодар, да, и ты сидишь. А я, даже если у меня будет буря эмоций, там, ну, к позитиву это чаще всего относится, то я такая поспокойнее буду. То есть никогда никто об этом не догадается в жизни, да, что внутри у Насти? Ко мне часто говорят, подходят и говорят, а ты же такая грустная, а ты же такая злая. Ну, вот именно вот так. Совершенно неправильно оценивают, да, твое настоящее внутреннее состояние. А у тебя бабочки там, да, поют какую-то веселую песню внутри? Нет, у меня просто хорошее настроение, может быть, и вот спрашивают, задают такие вопросы. Ну, видимо, что-то им говорит об этом. Скажи, для того, чтобы создать песню красивую, в каком надо настроении пребывать? Может быть, какое-то особенное? Ой, какого-то особенного настроения? Я не знаю. Очень грустная, очень веселая, очень нейтральная. Как у тебя? Ну, я, когда пишу песни, я чувствую, что я ухожу в себя. Ну, это вот так вот можно сказать. То есть я не вижу ничего. У меня такие вот подробности. Я когда в комнате... Вот я чаще всего дома, соответственно, пишу песни по ночам. Ого. И я, я не знаю, я продуктивна только ночью, вот пишу только ночью, музыку вообще. Ну, вообще все, что я могу делать, только ночью могу делать. Вот. И я, вот, допустим, сижу дня три, к примеру. Ну, там, ем, соответственно. Вот у меня есть три свободных дня. Я пишу, пишу, пишу. Ну, а потом я в каком-то просто трансе нахожусь. Вот действительно так и есть. И потом я прихожу, вот после этих трех дней все, закончила работу. И я смотрю на свою комнату и думаю, боже, что вообще? Кто здесь был? Кто здесь был? Там просто бардак, все. До Хэллоуина еще несколько дней, а у меня уже... Я этого даже не видела, то есть это действительно, я ухожу в себя. И, ну, какое-то настроение, ну, у меня чаще всего грусть, да. Чаще всего такое. Скажи, а при этом телефон у тебя должен быть выключен или нет? Все входящие там спокойненько поступают, и ты отвечаешь. Иногда мешают, иногда нет. Но я не выключаю телефон, потому что вдруг что-то важное. Ну, конечно, вдруг, например, вот страна ФМ тоже. Настя, ждем. Тогда мы тебе говорим доброе утро, если в твоем часовом поясе сейчас так будет. Да, да, как раз согласна. И давай утреннюю песню, что это будет за трек. А, песня будет, я решила первую песню спеть, ту, которую я исполняла самой первой на песнях, на проекте песни. Вот, она называется «Звезды под потолком». Отлично. Демидова. Берем руки-гитару. И сейчас польется музыка. Сейчас, секундочку, технические тут. Нормальные моменты. Ты одна и не хочешь звонить никому. Всю неделю без сна. Ты одна и на вечный вопрос, почему не ответит луна. Там, где-то там, за горизонтом, есть точно для тебя солнце. Но пока оно внутри тебя. День сменит ночь до рассвета, словно вечная косота. День сменит ночь до сна. Только не уходи, ведь так нельзя. Но звезды под потолком не скажут, что будет дальше, ведь ты все равно опоздаешь. Звезды под потолком не расскажут все свои тайны. Ты, ты это знаешь. Они глядят на тебя с высока. Ты видишь их свет, но через облака. Они так красивы, но пока тебе не понять, как ты к ним близка. Ну и пусть за окном эти капли с небес. Вечная осень, снова грусть. Ничего, подожди, просто страсть. Хотя никто и не спросит. Ты живешь в соцсетях и не поймешь никак, Что говорят в новостях, что говорят в новостях. Они держат тебя, и ты теряешь просто время зря, Не жалея себя. Но звезды под потолком не скажут, что будет дальше, Ведь ты все равно опоздаешь. Звезды под потолком не расскажут все свои тайны. Ты, ты знаешь. Они глядят на тебя с высока. Ты видишь их свет, но через облака. Они так красивы, но пока тебе не понять, Как ты к ним близка, как ты к ним близка. Но звезды под потолком не скажут, Что будет дальше, ведь ты все равно опоздаешь. Но звезды под потолком не расскажут Все свои тайны, и ты это знаешь. Они глядят на тебя с высока. Ты видишь их свет, но через облака. Они так красивы, но пока тебе не понять, Как ты к ним близка, как ты к ним близка. Браво! Димидо! Друзья, как это красиво! Просто голос и гитара. Я даже чувствую, что наши электрические звезды под потолком слегка улыбаются. Да, красиво. Настя, скажи мне, пожалуйста, Ты уже рассказала нам сам процесс сочинения песни, Как у тебя происходит. Сколько их уже у тебя, твоих чудесных историй музыкальных, Накопилось за долгую жизнь, мне кажется, сказать. Ну, прям готовых, Не знаю, ну, прям готовых, Ну, штук, наверное, 30, может, 35. Ну, где-то так. То есть, ты уже прям 3, а даже 4 альбома. А если и пи, это уже что? Да, вот именно готовых. И миллиарды набросков, там, по куплетам, Куплет-припев, просто какие-то мелодии, ну, такие. Ты их фиксируешь как-то? Да, ну, они у меня все в телефоне, там, на диктофоне. И ты возвращаешься периодически как-то так? Да, у меня бывает такое, что очень часто, Вот, особенно в последнее время, У меня просто вот не пишутся песни, Меня это ужасно раздражает. Нет ночей, скажи, в твоей жизни? Что случилось? Не знаю, вот... Ты стала по ночам спать, Настя? Мне... Не уверена, честно говоря. В прошлом году... То есть, я сначала... Мне же всего 18, в принципе. Сначала я занимала себя детскими коллективами, У нас постоянно была, ну, работа, можно так сказать. То есть, мы постоянно выступали. Служба в непоседах? Нет, это сначала были непоседы, Потом это было... Ну, я потом пошла в музыкальную школу на скрипку, Но я не выдержала и сказала, не надо мне это все. Вот, а потом был коллектив «Республика Китс», И вот там я занималась уже... Вот это был последний мой коллектив. Такой, детский именно. Вот, ну, то есть, соответственно, коллектив тебя занимал. Потом потихонечку начинается уже взрослая история, Когда ты сам должен что-то вот скрести, Что-то выскребать, вернее, я бы так сказала, работу, Искать какие-то проекты, И уже сам ты за себя отвечаешь. И вот в прошлом году... До этого у меня был проект музыкальный на Муз-ТВ, Но это тоже была детская история такая. Вот. И в прошлом году был проект песни, Который занимал все мое время, абсолютно. Все наше время, всех участников. Это было невероятно круто, невероятно весело. Вот. Но после этого проекта, вот, все закончилось. И, да, пошла какая-то работа, Пошел отклик от аудитории. В соцсетях, да? Да, в соцсетях. И просто я даже иногда... Я удивилась, но иногда сталкивалась реально с таким... С тем, что подходят люди и говорят, А вы Настя Демидова? Вот. А можно сфотографироваться? Это невероятно приятно, это очень круто. Вот. И сейчас просто такой период у меня затишье. Я пишу много материала. Я сейчас ищу людей, которые поддержали бы мой проект. Помогли мне с аранжировками, то есть с обработкой песен. И, в принципе, как-то вот помогли мне. И сейчас я делаю все, чтобы это было возможно. Но все равно в такие вот моменты, когда нет никаких ни проектов, когда вот ты просто пишешь, 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 вернее, стараешься, в какой-то момент у тебя заканчивается то, ну, то, с чего ты можешь брать эти истории для песен. И начинается вот как раз опять вот это затишье. И ты немножко уплываешь вот прям вот в грусть такую, что прям... И кажется, что все заканчивается. Да, да, да. Но у меня... Я не знаю, кому можно быть благодарной за это, но у меня нет такого, что вот я впадаю в депрессии, все, ничего не будет. Это самое главное. Уже нет времени, ничего не получится, у меня такого нет. Конечно, 18 лет, какое будущее, какие проекты, боже. Да, ну, нет, ну, у меня же есть такие сверстники, действительно. Какие? Серьезно? Есть сверстники, которые после... Считаешь, что жизнь закончилась? ...после падения, ну, условно говоря. После взлета, да? Ну, падение, я ли, ну, просто какого-то затишья. Ну, падение это после взлета, да, соответственно. Вот, ну, допустим, они не выиграли проект, или там, они не прошли в этот проект, да? Они говорят, все, зачем мне эта музыка? Не надо мне это. И я думаю, ну, зачем ты так говоришь? А потом про себя говорю, ну, ладно, меньше народа, больше кислорода. Умничка. Как моя умница. Сейчас, действительно, от слова шоу-бизнеса аплодируют, говорят, ну, молодец. Конечно. Ну, по-другому никак, просто действительно, я считаю, что если ты думаешь о том, чтобы уйти из этой профессии, ну, действительно, вот так, серьезно, не то, что там какие-то иногда вот в голове мысли такие бывают, ну, вот прям вот очень мимолетно, а вот именно долго ты думаешь, может, мне это не нужно все-таки, а может, не надо, то мне кажется, что это, ну, просто не то, чем... Ты права, если есть сомнения, то, наверное, не место тебе на сцене, да. Да, Настя, прекрасный монолог, чудесный, который нужно подтвердить... Да, я много говорю, люблю говорить. Не-не-не, это здорово. Который теперь нужно подтвердить и делом, который нужно теперь еще и песней, так скажем, укрепить. Я знаю, что к нам сейчас присоединится. Руслан. Да, я сейчас позову Руслана. Руслан Таиров. Руслан, привет. Привет. Пианист прекрасный, который мне очень часто помогает, и вот на Emporium Music Festival мы тоже вместе выступали. Слушай, Руслан из джазового коллектива выступает, он же тоже совершенно... Не ноу-нейм абсолютно, и не с джазовыми уже, и с рэп-коллективами, и с рэп-коллективами. А рэп-коллективы есть, кстати? Нет, интересно. Да, конечно. Что мы послушаем сейчас, Настя? Песня называется «Далеко». Я ее пела на Emporium Music Festival. У меня, к сожалению, вот песни не выпущены пока, у меня только одна песня есть в сети, но я говорю, я сейчас очень этим занимаюсь, чтобы сделать то, чтобы... Извините, заговорилась. Чтобы выпустить песни, нужно много работать, и я сейчас как раз это делаю. Молодец. И мы тебя поэтому сегодня позвали, чтобы ускорить этот процесс. Демидова? Далеко. Далеко. Холодный чай Задел мои чувства Ничего не вернуть, но мне уже не грустно На часах без пяти рассвет Мои мысли бред Ну и ладно Ведь мне ничего не светит На улице прохладно Ты не захотел остаться Так иди Ты уже так далеко Я увидела все свои слабости Так далеко Ну когда же меня отпустят? Ушел, не заметив, что ты меня встретил Сметая границы И серые лица Я одна в такой большой столице Далеко Ты уже так далеко Ты уже так далеко Ты уже далеко Мосты сожжены, но мне не жаль Я бегу по лезвию твоего ножа пропажи Куда идти, кто мне подскажет Как всегда со мной одна лажа Тот, кто хранил мою душу на страже Но далеко Это так нелегко Ты уже так далеко Я увидела все свои слабости Так далеко Ну когда же меня отпустят? Ушел, не заметив, что ты меня встретил Сметая границы Серые лица Я одна в такой большой столице Я одна в такой большой столице Но когда же меня отпустят? Ушел, не заметив, что ты меня встретил Ты уже далеко Ты уже так далеко Ты так далеко Ты уже далеко Ты уже так далеко Далеко Ну, когда же меня отпустит, ушел, не заметив, что ты меня встретил, сметая границы, серые лица, а я одна в такой большой столице. Ой, я ушел, Витяна. Браво, Настя. Я прочувствовала. Настя, скажи, пожалуйста, у этой же песни, по-моему, очень грустная такая история есть, предыстория. Нет, это не та песня. Это не та песня? Не та. А есть другая песня? Есть другая, я поняла, про какую вы говорите, да, вот как раз она у меня одна выпущена, улетаешь. Я думала над тем, чтобы ее спеть сегодня. Я не знаю, вот если... Это, которую вот третью мы делали. А сейчас мы как раз это обсудим без свидетелей. И вы, друзья, пока послушайте, я немножечко рекламы, 40 секунд, прямо мы вернемся, дожидайтесь. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дамы и господа, Настя Демидова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня слушаем потрясающие авторские песни, ну и разговариваем о том, что у нас было и что у нас будет. Ты сказала... Сейчас мы заговорили про песню «Улетаешь», которая была выпущена и даже мною скачена. Когда-то... Это прекрасно. Я очень рада слушать. Цифровая платформа. Замечательная работа. Я все ждала, когда ты хотя бы какой-нибудь видосик снимешь, ну хотя бы такой прям совсем очень простенький. Но пока ладно, не дошли ручки и много дел. Про историю этой песни, потому что она основана на реальных событиях. Да, ну у меня в принципе песни все основаны на реальных событиях и выдуманных историй каких-то нет. Просто вопрос, происходит это со мной или нет. Или где-то услышано, подсмотрено, да? Да, да. И вот эта песня, она очень как раз в грустных событиях, к сожалению, произошла. У меня и у многих еще музыкантов и творческих людей погиб друг, которого зовут Егор Клинаев. Он актер, снимался много где в разных сериалах и музыкант тоже по совместительству. И это мой друг детства. И было очень больно, грустно. Я не знаю, как описать, честно говоря, те эмоции, которые... Что случилось? Скажи, кто не знает. Ну, ехал на машине по... почему? По большой дороге, скажем так. ДТП, в общем, да, получается. ДТП, да. Он вышел помочь людям, потому что аварийка стояла на машине. Вышел помочь и другая машина просто не слезала. Ну, у ребят было все хорошо. И в Розете они стояли, болтали просто. Вот. И другая машина просто ехала очень-очень быстро и снесла, соответственно, людей, которые там находились. Да, ужасно. Да, это очень грустная история. И... ну, очень много человек из-за этого страдали, потому что, действительно, он много для кого был другом и много для кого был очень приятным человеком. И все его рады были видеть такой вот позитив. Да, это, конечно, очень... ну, правда, печально, что произошло в жизни семьи, прежде всего, и в окружении ваших друзей. Хочется тебе пожелать, чтобы у тебя было больше хорошего повода для написания песен. Да, спасибо. Ну, я так понимаю, что твои какие-то друзья, там, не знаю, влюбленности, может быть, были френды, там, знакомые, они все рано или поздно становятся... Оказываются в песне. ...главными героями твоей песни. Ну, да. Конечно. Конечно. А знают ли они, узнают ли они себя? Возможно, догадываются, не знаю. Но ты так не говоришь. Ты знаешь, а Рома, тебе тоже песня прилетела. Нет, я не говорю этого. Ну, в лицо нет. Может быть, им было бы безумно приятно, не знаю. А на заказ просят? Да, конечно, очень много. День рождения, слушай, тут юбилей. Очень много, но не таких, а просто... Двадцать. Очень много пишут людей. Настя, напишешь песню, Настя, можешь. А денег пока не предлагают? Нет, предлагают, конечно. Я, в принципе, считаю, что любой труд должен быть оценен. Конечно. Молодец. Правильно. Всегда. И написание песни, и, в принципе, искусство, это... Ну, все в нашей жизни нелегко, но искусство – это очень трудно. Ты вот в эту песню, казалось бы, три минуты, ты вкладываешь всего себя, ты можешь вложить в эту песню историю всей своей жизни. Там, неважно, длинная она или короткая. Но, вернее, еще не длинная. И предлагают, конечно же, деньги за это, но очень... У меня... Я пишу так, знаете, когда... У меня очень часто, почти все песни, я так пишу, что приходит вдохновение, и я прям залпом. Я могу написать песню минут за пять, и я не знаю, откуда это приходит. А иногда мне приходится из себя прям думать, продумывать рифмы, не знаю, связки какие-то, чтобы это было интересно по тексту. Ну, вот завтра тебе Ёлка позвонит и скажет, Демидова, так хочу песню твою спеть. У тебя есть что-нибудь для нее? Для Ёлки, да. Для Ёлки есть? Уже готово. Да, ну, по формату, да, если пробежаться, так по... Так, давай, кто там? Полина Гагарина позвонит. Для кого еще? Ты просто список-то назови. Для Полины Гагарина есть? Ну, есть песни, о которых можно... Я просто задумывалась про этих людей. Я думаю, что, да, можно было бы изменить вот песню, я как раз думала недавно над этим. Под Полину, да? Хорошо. Зара позвонит, есть у тебя для нее? Для Зары вот не знаю. К сожалению, наверное, пока нет, не написано еще. А если из мужчин кто-то позвонит? Стоит звонить, скажи, Настя? Да, есть. А кому? Я не знаю, как... Кто на свободу не позвонит? Он пока еще сам не списался. Он еще творит. У меня есть пару песен от мужского лица, от лица мужчины в смысле. Я не знаю, почему вообще, как оно так работает. То есть тоже просто рождались и все. И у меня есть друзья, подруги вернее, которые тоже любят писать от мужского лица. И я вообще не... Мы все вместе озадачились этим вопросом, почему оно так. Сегодня у нас будет мальчишник. Поем только песни от мужского лица. Настя, правда ли, что первую песню ты в 13 лет написала? Да, правда. Как это было? Как она пришла? У тебя 5 лет уже творческой деятельности получается. Да. Ну, творческой деятельности вся жизнь. Гораздо больше, да. Творческой получается... Поэтической такой. 14 лет. Ой-ой-ой. С трех лет? Музыкальной, да. А, ну ты имеешь в виду момент, когда... Ну, с четырех, трех с половиной. С четырех с половиной тебя в музыкальную школу отвели или куда? Нет. В четыре меня отвели в Непоседы. Ах, и все. Я говорю, первое мое выступление... И стали у тебя уже выступления появляться? Да. Первое мое выступление было... Вот я боюсь соврать, но... Либо такой концертный зал «Россия» был, там, где сейчас зарядье находится, либо Кремль. И мы такие... Ну, то есть сразу уже с таких площадок нормальных начинали. Ну, да, это, ну, не считая детского садика, там, где как раз мой преподаватель заметил по музыке, заметила, что я вот пою, и что... Как она меня называла? Соловей. Мою маму подозвали и говорят, а вы знаете, что ваша Настя Соловей? Ой, боже, как красиво. И вот так вот началась моя музыкальная карьера. Загословила тебя воспитательницей в детском саду вообще. Настя Соловей Демидова. Слушай, ну и что, ты помнишь эти свои первые выступления прям, да? У тебя маленькую маму собирает, наряжает, и... Да, я немножечко помню. Я помню, что я видела со сцены. И мы пели песню, я не помню, какая она... Но по смыслу она была, типа, поем для родителей, там, спасибо вам. Чудесная песня. Я не помню, честно, не помню, как она поется. Пыталась вспомнить, но не получилось, у меня не вышло. Значит, волнение тебе вообще не присуще, я так понимаю? Нет, присуще, конечно, всегда. Я думаю, что каждый артист и каждый... Ну, каждый артист, хорошо быть, будет, должен волноваться перед выступлением, перед эфиром. Не то, что должен, а просто это никуда не денешь. У меня мама говорит, она тоже была актрисой и режиссером, а она говорит, если ты не волнуешься, значит, ты не артист. То есть это нормально. Запомнили. Это всегда нормально. Чуть-чуть поволновались, отпустили и давайте петь. Потому что мало ли где ты можешь, ну, облажаться, грубо говоря. Мало ли что может случиться. И не важно, если у тебя есть имя уже какое-то, хоть малоизвестное, но оно есть. Ну, у каждого человека есть имя, в принципе, я думаю, что нельзя его как-то... Ну, помогите мне слово, вот какое. Что, каждое личность, каждое имя очерняет, конечно. Мы сегодня славим и твое имя, и твое псевдоним, и твую фамилию красивую Демидова. И переходим к песне. Следующий трек, как называется он? Это трек как раз самый первый, тот, который я написала в 13 лет. Ух ты! Класс, спасибо. Я тоже его пела на песнях, но это было мое неудачное выступление. Вернее, выступление как раз было удачным, потому что я была довольна. Но вот члены жюри не оценили. Ну, это же не значит, что песня плохая, плохое исполнение. Очень правильно, понимаешь? Просто не оценили. А песня хорошая и выступление удачное. Молодец. Ну, я правда довольна своим выступлением на тот момент. Возможно, через некоторое время я скажу, что мне не понравилось. Я думаю, что времени прошло уже достаточно. А может, не скажешь. Ты бы уже сказала, да. Может, все будет устраивать. Поехали. Может быть, когда-нибудь солнце повернется и улыбнется тебе Даже на черной твоей полосе И тогда к тебе придет удача Но ненавистники потянутся к тебе Ведь ты же богаче и умнее их вдвойне Тебе покажется, что в прошлой жизни Ты был мишенью для всей отчизны Никто не понимал тебя и все тебя ругали Они неправильно все делали сами Жизнь такая штука Ты не знаешь, что в ней будет дальше Ведь в ней много фальши Но ты веришь в чудо и стремишься К лучшему не зная Поздно или рано Ты дойдешь до края Может быть, когда-нибудь солнце Повернется и улыбнется тебе И тогда ты поймешь, как не проиграть в этой войне Ты подумаешь, как жизнь прекрасна Ведь ты знаешь ответы на все вопросы И ты знаешь, как избежать все эти ужасы Ужасы, данные нам жизнью Засорим мы скоро ими мысли Разбежимся кто куда подальше Но просто боясь жить Но зачем бояться всей этой правды? Ты же ведь не знаешь, что будет завтра Но найти ответы на все вопросы мы не можем Жизнь такая штука Ты не знаешь, что в ней будет дальше Ведь в ней много фальши Но ты веришь в чудо и стремишься К лучшему не зная Поздно или рано Ты дойдешь до края Может быть, когда-нибудь И тогда ты поймешь, как не проиграть Может быть, когда-нибудь Вот Это самая первая песня Браво А это Демидова, друзья Телерадиоканал «Страна ФМ» И здесь вот такая авторская музыка Авторское творчество звучит Я только подумала Настя признала, что ей 18 лет исполнилось Думаю, она только сейчас По идее может смотреть Многие клипы современные Которые выпускаются Боженьки мои Слушайте Ну вот только у Калибы вышло, например, 18+, маркировку стоит Думаю, Настя теперь, может, смело Мы тебя поздравляем Ой, смотри, да, это правда Это же достойно Ради этого только стоило даже для этого возраста По поводу 13 лет Песня классная, песня серьезная, глубокая Что с тобой происходило? Ты в 13 лет первую ночь не спала И на тебе с ней зашло Как ты создала такое? У нас была тяжелая ситуация в семье с папой Его сейчас нет уже Но я вообще не скрываю этого совсем К сожалению, так получилось, что вот К концу его жизни я просто Ну вот, ну честно скажу, я его ненавидела Потому что он много причинил маме вреда Много мне И было страшно Вот Извини, пожалуйста Это алкоголь, это вот, не знаю, наркотики То, что там часто при чем признаются сейчас все больше Это алкоголь У меня все плохо Ну, в общем, такого я не думала У меня просто... Я заслушала одну песню Просто до дыр И она... Ну, по настроению Не скажу, что прям похожа по тексту Но немножечко есть Такое В общем-то, это она тебя вдохновила Это самая песня, да? Возможно, да, наверное И ты подумала, я могу, чёрт возьми, написать не хуже Пошла, обозлилась на эту ситуацию И написала Ну, суть в том, что я её тоже очень быстро написала Часа за, там, за три, наверное А было ли удивление? Ты же до этого вроде ничего не писала А тут раз сразу и стихи и музыка Была невероятная радость Была, не знаю, эйфория, можно так сказать Потому что для любого творческого человека, музыканта Первый авторский материал Вот уже сформулированный такой Прям обработанный, грубо говоря Это, ну, что-то такое невероятное Что-то такое Да, я чего-то стою, я что-то могу То есть ты опять и себе доказываешь И понимаешь, что, блин, классно И ты не знаешь, конечно, мнений других на это твоё творение Но ты его создаёшь Но ты же веришь в него, как автор Да, и веришь в него, соответственно Настя, тебе удалось простить папу своего? Я не знаю Я всегда говорю, что Отпустила Не было бы этой ситуации А не было бы этой ситуации, не было бы моих мыслей И вообще, в принципе, моего склада ума, скажем так Потому что человек, чем больше проходит через какие-то проблемы И чем раньше, он становится взрослее и умнее Я не говорю, что я там пуп земли и очень умная Но, тем не менее, в каких-то ситуациях Именно та ситуация Мне сейчас даёт отклик И я понимаю, что я бы вот тут не делала вот так А ты очень мудрая А там мои друзья, к примеру, они бы сделали вот так И я это прекрасно понимаю Так, чтобы избежать Скажи, ну вот та самая первая песня И, не знаю, что сказали твои ближайшие друзья Все сказали О, класс, Настя, вот это да Вот это ты даёшь Или были ты сказали Ну, песни и песни И подумаешь Ну, вначале всем понравилось И даже Я помню Я на тот момент занималась в Республике Китс как раз Я показала её Дяде Жене Как мы его все называем Евгению Петровичу Орлову И он поддержал Сказал, что это классно Делай дальше И я думаю, что мне это тоже помогло Вселило уверенность какую-то в тебя Да, да, да И, в принципе, вот в коллективе тоже Все начали поддерживать Там все Ты только заходишь в Республику И все Может быть, когда-нибудь Это уже успех был Да, конечно Пусть совсем небольшой в рамках коллектива Но тем не менее Да Нам сейчас нужно перейти к следующей песне Что это будет, Демидова? Рассказывай Песня тоже Грустненькая Но Они у тебя даже твои грустненькие Они какой-то со светлой грустью звучат Понимаешь? Припев, жизнеутверждающий у меня Вот в этой песне, скажем так Спасибо большое Вы услышите слова Она называется Я пока не определилась точно Либо чем думаешь Либо оспорим Ну, оспорим просто Хорошо Я не беру тут гидро Богато Спорим ты не хотела Ты каждой клеткой своего тела Сопротивлялась Сопротивлялась Но не умела остановиться Теперь проблема на голову И все по-новому Стреляй пулями из улова Новыми патронами До скорого Но ты сильнее, чем думаешь В голове мысли безумные Но ты сильнее, чем думаешь Ты справишься Ты же не глупая Ты сильнее, чем думаешь А ты сильнее А ты сильнее Все не так, все не то Даже воздух не тот И пускай унесет Приплыву к тому, кто ждет Будет долгим полет Много времени уйдет Много времени уйдет Чтобы понять Тебе самой судьбу свою решать И все по-новому Стреляй пулями из улова Новыми патронами До скорого А ты сильнее, чем думаешь В голове мысли безумные Но ты сильнее, чем думаешь Ты справишься Ты же не глупая А ты сильнее, чем думаешь 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 Мысли безумные Но ты сильнее А спорил Ты не хотела Ты каждой клеткой Своего тела Сопротивлялась Но не умела Остановиться Теперь проблема Класс Димитова Право Припев этот нужно слушать в день Минимум раз 50 Прекрасно, прекрасно Правда, правда И, конечно, тогда придет полная вера в то, что ты действительно сильная, смелая И все замечательно Мотивашечка Спасибо Красивая песня По поводу того, что ты ищешь сотрудничество Это что? Это лейбл Это какой-то продюсер Это просто группа единомышленников Кого ты ищешь? Да, скорее последняя группа единомышленников Которые будут Разбираются в каком-то определенном продвижении То есть они знают, куда отправить свою песню Кто будет со мной записывать Кто меня поймет И чтобы я понимала То есть, что вот он, мой человек Он думает так, как я Он меня понимает с полуслова Вот такое А насчет работы в лейбле Я очень часто об этом размышляю Очень И это очень спорный вопрос Потому что лейбл Он как Он одновременно как тебя продвигает Так и тебя сдерживает Потому что у тебя есть определенные рамки У тебя есть рамки того, что ты можешь писать Что ты можешь выпускать У тебя определенный образ там задают, видимо, да? Да, и этот образ может не совпадать с твоим внутренним И с тем, как ты хочешь себя показать И поэтому лейбл это и хорошо, и плохо одновременно Вот, такие дела Поэтому Настя пишет Следующий пост В голове полно идей Желание что-то осознать и создавать Еще больше страха Делать первые шаги Одновременно страха Упустить что-то Путаясь в своих же мыслях И идут дальше С огромным желанием достичь чего-то раньше других Сделать это лучше А ведь мера красоты и идеальности Всего лишь сравнение Параллельно делу жизни Строятся взаимоотношения Как найти своих людей Вопрос из вечной ответа Ни у кого нет Да и не надо Будем карабкаться сами На вершины каменной Гордно зиму Дивидова не в них неистанная Философ просто Замечательно, ну правда, да Самое главное Все понятное И смятение, и сомнение И переживания какие-то Ну и вера в себя есть Да, действительно Это самое важное И значит притянутся обязательно в твою жизнь Те самые люди Вот те самые свои Которых ты очень ищешь Притягиваешь и ждешь Я очень на это надеюсь А, Настя, ты как-то перед своим днем рождения Тоже написала о том, что Ты была раньше совсем другим человеком Да Две Настей в тот момент Когда ты была, значит, где-то Окола Напы Если не ошибаюсь Встретились две Насти Настя из прошлого Настя настоящая В чем она там принципиально отличалась Та Настя Та Настя Может она была, не знаю, веселее, смешливее Или наоборот еще грустнее, чем сейчас Настя настоящая освободилась от определенных комплексов То есть они, отголоски остались А тем не менее Вот этой большой проблемы Уже нет Я просто подумала Ну, действительно, мне кажется Каждый человек Перед своим днем рождения Что-то Так или иначе Переоценка идет вообще всего Что у тебя есть в жизни И вот я подумала И просто стала другим человеком Я стала относиться ко всему по-другому И даже Ну, во-первых, выросла, конечно же Во-вторых, именно проекты Как я отношусь к проектам Ну, это моя жизнь В принципе, я не знаю Наверное, 70% моей жизни Это какие-то проекты И они очень эмоционально давят На любого человека И я помню, как я реагировала, допустим На непрохождение Когда я была в шаге до победы Непрохождение дальше И даже я знала, что там это несправедливо Или еще что-то Ну, я, в принципе, знала, что там внутри И я расстраивалась там Плакала Еще что-то Но, понятное дело, что это было не очень долго Но, тем не менее Я гораздо сильнее расстраивалась Сейчас я понимаю, что Ну, уже более взрослой к этому отношусь Так То есть ты знаешь слово Да, пошло оно, все Да, знаю Очень хорошо знаю И применяю Прекрасно, да, это знаю Ну, скажи же Легче живется Правда Да, в том-то и дело, что легче И слава богу Потому что я раньше гораздо больше загружала в себя Друзья, на этой немножко пофигистической ноте У нас маленькая пауза, после которой мы продолжим Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, Настя Демидова в гостях у концертного зала На стороне ФМ И мы от разговоров сейчас переходим к музыке Что это за песня, Настя? Песня тоже, я не знаю, как точно она называется Тоже два варианта Город железных птиц или кипяток Почему кипяток, вы поймете Там, понятно А почему такая заморочка у тебя с названиями? Как-то ты вот прям Назвала и назвала кипяток Классно вообще Хорошо вообще согревает Не знаю Зимой, знаешь, как все вот тянуться прям, послушаться, согреться Так в том-то и дело, что нет, там не так, ну по смыслу не такая песня Тогда Город железных птиц Вы слышите и поймете, почему Друзья, напишите в соцсетях, Настя, да Что думаете, какое название? Где-то солнце западает за горизонт Где-то осень наступает, доставай свой зонд Там железная птица начинает полет И в безумие летит мой самолет Там деревья не растут и не идут дожди Но ясно, небо там тоже не жди Там у мыслей, конечно, бесконечный поток И они все обжигают, как кипяток Город железных птиц Им некуда идти Кричат от боли в сердце Но некуда деться И тот, кто их прости Даст им больше сил согреться Он откроет закрытую дверцу Счастье откроет закрытую дверцу В этом городе ничего не понятно Там все время кричат Что-то невнятно Постоянный шум Слишком громко Только что толку закрывая дверь Уходить от проблем Не давая смысл словам Идти по головам И не слышать гул улицы знаний Просто ждать, ждать, ждать Ждать, пока лучше мне станет Город железных птиц Им некуда идти Кричат от боли в сердце Но некуда деться И тот, кто их прости Даст им больше сил согреться Он откроет закрытую дверцу В счастье откроет закрытую дверцу Город железных птиц Им некуда идти Кричат от боли в сердце Но некуда деться Настя Соловей Димидова Каждый раз прям не хочется, чтобы заканчивалась песня Хотелось бы еще пару куплетов Хотя бы дальше Димидова Браво Красивая очень работа Очень красивая песня Настя, помимо твоей вот этой ночной Творческой деятельности Когда ты пишешь, пишешь Никого не слышишь, не видишь Не реагируешь Днем-то у тебя что-то в жизни происходит Ты же не отсыпаешься днем У тебя там тоже всякий фит-бурлет Учеба продолжается? Ну, в последнее время, честно говоря Так Из-за того, что моя деятельность ночная Она затянулась до 7 утра До 8 я могу проспать пары Честно говорю Ну, я просыпаю часто Какой курс у тебя сейчас? Второй И где ты? Эстрад на джазовое училище Училище, да На Ордынке На Ордынке Музыкальное Так, ну, давай так Поешь, ты классно Спасибо Слушай, сочиняешься Тоже потрясающе Замечательно А может и не надо оно? Ну, типа учиться Да нет, надо Корочка, она нужна всегда Будет Но я сейчас должна Если бы я с первого раза поступила Я бы была на третьем курсе сейчас Вот я первый раз не поступила на бюджет И это меня очень сильно расстроило Я вернулась в школу Думаю, да ладно, до 11 класса доучусь Поняла, что это явно не мое Не то Ну, то есть я всегда это понимала, в принципе Да Но 10 класс Это самое большое количество времени Просто в унитаз спущено Слушай, а какие предметы вообще не шли у тебя? Точные, науки, математика, химия? Химия Совсем не так Мне, я перешла в девятом классе В школу другую, в театральную Я не очень ее люблю И честно заявляют об этом везде Она была вообще не театральной для меня Там были недели химии Неделя физики О господи Недели всяких там наук И мне пришлось Я не понимала химию вообще Я Как я тебя понимаю У меня тройка была То есть если в прошлой школе Там мне еще поставили четверки Там тройки ставили Ладно То есть я выступаю еще Все понимают Ты тут, казалось бы Ты пришел в театральную школу Все должны понимать Что ты пропускаешь Потому что у тебя съемки Все аргументы я им приносила Соответственно И я говорю Ну помогите мне Все учителя на меня взъелись Я говорю Ну помогите мне Я не понимаю Правда Что мне нужно Вот в этой теме Какую подтему выучить Она мне говорит Не знаю Все учи Я думаю Ладно Хорошо Мне пришлось Нанимать репетитора По химии Чтобы получить тройку По этому предмету Вот химия это Хотя потом С репетитором Я начала ее понимать Я думаю тебя многие понимают сейчас Тебя многие сейчас Понимают Настя очень Ну в общем Все таки Ты взяла штурмом Училище Музыкальное это Ты же поступила Да я поступила На бюджет И это мурада Ну и что Вот теперь пропуски Как-то ты же понимаешь Что там тоже шалить Нельзя С бюджетных мест Слетают Ну я когда могу Я всегда прихожу Стараюсь там Ну а еще тогда Вот такой вопрос Скажи по факту Ты правильно сказала Что диплом нужен сейчас всем А что касается Вот знаний И опыта какого-то Ну только откровенно Обогащает ли это Твое творчество Нет ли истории Как с 10 классом Куда ты там Все отправлял Если у тебя в унитаз Не в 9 я в другой школе училась Потом вернулась обратно И поняла Что не могу Знания определенно нужны И знания даются Но больше знаний Я всегда так говорю В опыте приходят Конечно Практика нужна Определенная Я безмерно рада Что у меня были Те педагоги По вокалу Вообще по музыке Которые у меня были Потому что они мне дали Столько информации То есть я прекрасно понимаю Что сейчас Вот мы сидим на паре К примеру Там не знаю Гармонии А я это на практике Я не теоретик Я практик Я могу это спеть Им сыграть Все Но не рассказать И у меня спрашивают Девочки Настя Ты что-нибудь понимаешь Я говорю Да Что сложного И просто Все Ну никто не понимает Что происходит Я думаю Вроде ничего сложного Нет И только потому Что мне нужные люди Рассказали это И на практике Правильным языком И показали на практике Да Да Ну это Дело хорошее Знание конечно же дает Но В меру того Сколько этих знаний Ты не получил до Вот так Настя Кто сегодня тебя Как-то вдохновляет Из музыкантов Я не знаю Твои друзья знакомые Может быть те С которыми ты не знакома Но вот все-таки Как тебе кажется Кто сегодня В нашей стране Там На твой взгляд Топчики Давай так В нашей И потом за рубежом В нашей стране Нет Можно сначала за рубежом Давай начнем Это будет справедливо Наверное Я всегда говорю Эд Ширан Эд Ширан всегда Да конечно Потому что у меня В принципе формат такой Но на фактически Я была на его концерте Да что ты Это было просто Невероятно круто Ты видала? Я простояла Почти Ну половину концерта Вот так Одна То есть мы пошли С подругами Но я отошла Чуть Чтобы просто Прочувствовать Эту атмосферу Потому что Человек стоит один На стадионе На огроменной сцене Один с гитарой У него есть только там Педальки для гитары Чтобы какие-то эффекты Оставлять Чтобы они дальше звучали Ну это просто невероятно И весь стадион Ему подпевает Там кто-то рыдает Там миллиард человек Предложения делают На песне перфект Которая тоже звучала Да-да-да Это просто невероятно Ты в этот момент Представляла себя На его месте? Да, конечно Определенно Я такой человек Что я могу На концерте Любом Представить Не то что Даже представить себя там А представить Насколько это круто Когда все поют То что ты придумал То что ты сделал Твое То есть частицу Твоей души Даже не частицу А просто не знаю Гору Вот И я могу просто стоять Веселая песня играть А я могу заплакать То есть Я вот очень эмоциональная Вот в этом плане Потому что Я настолько это люблю Настолько этого хочу Что я вот Ну могу прям вот Ну прям очень этого хочу Не знаю А я прям теперь очень хочу Чтобы Эд пришел На твой концерт Когда-нибудь И встал Так же потерявшись Толпе в сторонке И слеза у него Что пришла Сейчас из российского Шоу-бизнеса СМСка пришла А что же про нас Скажет Настя Из российского? Да Ну слушайте Ну В топах Вот Айтюмса И музыкальных площадок К сожалению Очень много того Чего я не слушаю И не хочу Давай что в твоем топе Избегаю В моем У меня есть Очень талантливые друзья Ладно Давай пропиарим их Что такого Из не друзей Да и они меня сами пропиарят Что мне их пиарить Ну хорошо Тогда просвети Они гораздо больше Публика Сейчас я расскажу Из не моих друзей Я Ну Мне очень нравится Макс Корж Из того что Так Как-то так получилось Что Я даже ему написала Я сделала маленький кавер На него в инстаграме И он мне ответил Я невероятно Просто Я не знаю Я обрадовалась А может это был не он А кто-нибудь Помощники его Многочисленные Возможно Нет Это он конечно был Нет А может и не он Не лишай мечты Нет Но это не важно Все равно тем не менее Это люди которые рядом с ним С официальной страницы Был отклик Конечно Из Ну из друзей У меня есть Очень много ребят С песен Действительно много Тех кто очень талантливый И мне нравится их музыка И на песнях я познакомилась С Сережей Драгни Он тоже был у вас в студии Да Был Сережка Да Вот Мне очень нравится его музыка Действительно И Также вот он нас познакомил Есть певица Мари Гу Она У нее тоже очень крутые тексты И Я тоже восхищаюсь ей Вот Спасибо Спасибо Да Да Очень интересно Для многих я думаю Даже и познавательно Возможно я кого-то забыла Ну Знаешь Это хорошо В следующий раз Ты к нам придешь Обязательно И уже со списком Да Пользуйся Хочу передать привет И пойдем Спасибо тебе Мы говорим Большое за нашу встречу Ты просто Замечательно Чудесная И конечно У тебя уже получается И получится все непременно Спасибо большое Спасибо за то Четенько движешься Ожидает прекрасное Музыкальное будущее Демидова Мы в ожидании Премьер новых песен Тем более что они уже готовы Там в общем дело За малым найти Это как-то сюда записать И публиковать Мы всегда тебя ждем Всегда тебя Очень-очень рады Успехов А еще кстати К тебе можно Прийти и позаниматься Вокалом Да Можно Шикарно Сейчас Как раз Ну я занималась Уже Какое-то время С ребятами Но это все Закончилось И сейчас я тоже Открыто предложение Да-да-да Ну есть соцсети Там все очень просто Найдете в инстаграм Пожалуйста Демидова обращайтесь Так же конечно Навряд ли получится Ну немножечко похоже Что-то там хотя бы В голосе изобразить Что мы послушаем сейчас Песня которая называется Все не так просто Вот как раз Ее я сделала полностью С аранжировкой И мне нравится Как она звучит И я надеюсь В скором времени Она выйдет Классно Мы ждем И клипы тоже ждем Да Поехали Моя жизнь состоит Из надежды Я теряю людей Как прежде Забывая им Что-то сказать Как же просто Людей терять Моя жизнь состоит Из иллюзий Передо мной Часто закрывают Жалюзи Им так просто Мне что-то сказать Но они предпочтут Меня потерять Но Все не так просто Каждый день Вдыхая этих улиц воздух Я боюсь остаться одна Когда уже поздно Все не так просто Каждый день Вдыхая этих улиц воздух Я боюсь остаться одна Когда уже поздно Все не так просто Всё не так просто Моя жизнь состоит из эмоций И сердечко моё уже рвётся Когда девочка за голову возьмётся Но только не сейчас Моя жизнь состоит из улыбок Но слишком часто они бывают лживы Моя дорога из стекла разбитых бутылок Слишком тяжело для вас Но всё не так просто Каждый день вдыхая этих улиц в воздух Я боюсь остаться одна Когда уже поздно Всё не так просто Каждый день вдыхая этих улиц в воздух Я боюсь остаться одна Когда уже поздно Всё не так просто Все не так просто Но все не так просто Каждый день вдыхая этих улиц воздух Я боюсь остаться одна, когда Уже поздно Все не так просто Все не так просто Все не так просто Все не так просто Очень круто и красиво Демидова! Спасибо тебе! Вокал, обаяние и партия трубы. Да-да-да, красиво. Отлично! До новых встреч! Спасибо! Пока!